МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Чернорморске, это бывший Ильичевск, наконец объявили приговор в деле о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. Этого момента подсудимые ждали более трех лет, причем некоторые все это время провели в СИЗО. Какое решение вынесли судьи? Об этом далее в материале. На скамье подсудимых 19 человек, пятеро под стражей. Все, по данным следствия, представители антимайдана. 2 мая 2014 года якобы участвовали в первом эпизоде трагедии, беспорядках в центре Одессы, когда во время столкновений между проукраинскими и пророссийскими силами погибли 6 человек. Прокуратура просит для обвиняемых от 8 до 15 лет тюремного заключения. Дело слушали три года в разных судах, и вот в Черноморске выносят приговор. Меры безопасности беспрецедентные. Даже пожарные рукава протянули на случай поджога здания. Активисты их здесь около сотни не скрывают. Готовы к радикальным мерам, если суд отпустит обвиняемых. А вероятность такого приговора высока, считают общественники, которые мониторят процесс. У следствия никаких улик и доказательств. На недочеты обвинители указали и судьи. Главный свидетель обвинения постоянно путался в показаниях, а представленные прокуратурой доказательства зачастую просто невозможно использовать. Например, фото или видеозаписи. Еще около часа судьи зачитывали различные нарушения, допущенные следователями. В итоге выносят вердикт. Все 19 подсудимых оправданы. С пятерых арестантов прямо в зале суда снимают наручники, в том числе с Сергея Долженкова, которого следствие считало организатором беспорядков в центре Одессы. На обжалование приговора у прокуратуры теперь есть 30 дней. Напомню, что касается второго эпизода майской трагедии. Это пожар в Доме профсоюзов, при котором погибли 42 человека. Расследование продвигается очень медленно. И когда завершится, неизвестно. Данил Снисер, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер, Одесская область. Но приговором дело не завершилось. У здания суда начались потасовки. Андрей Анастасов следил за развитием событий. У него узнаем все детали. Андрей, здравствуй. Расскажи, из-за чего и как начались столкновения. Тебе слово. По последней информации, после того, как суд огласил свое решение, активисты, которые собрались под зданием суда, начали строить там баррикады. Они, в частности, начали разбирать брусчатку, стаскивать туда какие-то палки, палеты, камни. И в итоге это все они делали для того, чтобы заблокировать таким образом выезды из здания Ильичевского городского суда с тем, чтобы автобусы не смогли вывезти оттуда оправданных людей, 19 оправданных людей. И в итоге начались потасовки с правоохранителями. Активисты попытались прорвать оцепление. При этом бросали в правоохранителей камни, бутылки с водой, палки. Среди полицейских даже взорвался взрыв пакет. В итоге обе стороны и правоохранители, активисты, применяли слезоточивый газ против друг друга. Правда, еще непонятно, кто это сделал первым. В результате полицейским все же удалось оттеснить активистов и создать вокруг здания суда двойной кордон. И вот уже после этого им удалось вывезти из здания суда оправданных людей и вывезти их на автобусах. Но, кстати, выйти на свободу сегодня удастся не всем из них. Дело в том, что двоим, это Евгений Мефедов и Сергей Долженков, прямо в здании суда, сразу после оглашения приговора, прокуратура объявила о новом подозрении. Уже по другой статье 110. Эта статья звучит как призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины. Насколько я знаю, сейчас как раз избирается мера пресечения в одном из судов Одессы. И возвращаясь к беспорядкам, которые произошли в Черноморске, хочется еще сказать, что около 20 правоохранителей пострадали, получили различные повреждения. И открыто по факту этих беспорядков уголовное производство по статье «Групповое хулиганство», но пока нет никакой информации о задержанных. Такая информация. Катя. Андрей, спасибо тебе за последние новости. Андрей Анастасов был с нами на связи с информацией о слушаниях дела 2 мая. В самой Одессе сегодня тоже были слушания. Меру пресечения выносили директору одесского детского лагеря «Виктория». Его взяли под стражу на два месяца. Напомню, в ночь с пятницы на субботу во время пожара в одном из корпусов заживо сгорело трое девочек. В лагере не работала пожарная сигнализация. Проводить расследование сегодня же в Одессу приехала специальная комиссия с участием вице-премьера и главы госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Кирилл Ющишин продолжит. Кто же виноват в гибели школьниц? У следователей ПК два подозреваемых, директор лагеря и его заместитель. Сегодня руководителю здравницы Петру Саркастяну избирали меру пресечения. Суд оставил Саркистяна под стражей на два месяца, пока идет следствие без права выхода под залог. Директор лагеря не считает себя виновным и утверждает произошедшая вина чиновников горсовета. Я уверен, что все, что можно было сделать с нашей стороны, мы постарались. Но против чиновничьего произвола мы бессильные. Мы деньги не должны были заплатить. Этим занимался департамент образования городского совета. Они заключали договора. Накануне в сети опубликовали видео с камеры на шлеме одного из спасателей. Здесь видна реакция пожарных, когда выяснилось, что гидранты на территории лагеря неисправны. Мужики, с водой напряжутся! Гидранты есть, что дают? Так любят? Ну, что так любят, ну, ***. Давление не достаточно. Ну, чтобы повысить. Почему не работали гидранты, пожарная сигнализация и был лист труп обработан антигорючими препаратами? Все эти вопросы сегодня подняли на самом высоком уровне. В Одессу прибыли вице-премьер-министр Геннадий Зубко и начальник службы по чрезвычайным ситуациям. Оказалось, когда здания принимали в эксплуатацию, в комиссию пожарных просто не пригласили. До склада комиссии с принятия в эксплуатации будиль и споруд входят замовник, подрядник, проектувальник и подраздели Державной архитектурно-будительной инспекции. Органом Держбудроинспекции предбачено можливые залучения ДСНС до этих заходов, но, на жаль, это норма сегодня не выполняется. Зубко призвал не сваливать вину только на директора и выяснить весь круг виновных в трагедии. Теперь, после трагедии, вопросы об усилении контроля и полномочиях госслужбы по чрезвычайным ситуациям в детских учреждениях будут обсуждаться в Кабмине. А мэр Одессы в очередной раз заявил, мол, во время строительства использовали самые лучшие материалы и современные технологии. Своей вины в случившихся он не видит. Строя экологически чистые коттеджи для детей, мы изучили, как эти коттеджи, насколько вероятность пожаров, что нужно сделать, чтобы избежать это, какую сигнализацию поставить. Политическая ответственность, она сегодня нужно дать ответственность, дать оценку юридическому тому, что произошло. Политической ответственностью мы разберемся как-нибудь. Расследование уже взял на особый контроль генеральный прокурор. Сегодня полиция и прокуратура провели масштабные обыски в районном отделении ГСЧС, райадминистрации и департаменте образования Горсовета. Мы проводим тотальное изъятие документации, как проектно-инфинансово-хозяйственное, так и расчет по всем заведениям, которые мало-мальски были связаны со строительством, с функционированием данного заведения. Нарушения пожарной безопасности оказываются еще в начале сентября. Выявили во многих детских садах и школах области, об этом сегодня заявил губернатор. И пообещал, что в школах проведут уроки безопасности и учения по эвакуации. В больнице же до сих пор в состоянии средней тяжести остается трое девочек. Они отравились дымом, получили ожоги и травмы. Дети идут на поправку и скоро будут выписаны из реанимации в общее отделение. Среди них Катя Ной, которая вывела из горящего здания 8 малышей. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, подробности, телеканал Интер Одесса. О некоторых деталях следствия рассказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. По ее словам, правоохранители проводят ДНК-экспертизы для идентификации погибших детей. Родители одной из девочек отказываются признавать, что их дочь умерла и подали в розыск. Якобы есть сообщение, что девочку кто-то видел уже после пожара. Поиск проводит одесская полиция. Мы сегодня говорили и в Верховной Раде. Депутаты требовали провести тщательное расследование и проверить работу всех местных чиновников. От одесского мэра до сотрудника в лагере. Послушайте. Я хочу обратиться к представникам органов местного самоврядувания. Ко всех мэров. С реформой децентрализации вам передали не только права и деньги. Вам передали большую ответственность. Потому что главная трагедия в Одессе стала именно через безпектовидальность и халатность местных чиновников. И я обратился к правоохранительным органам провести полное расследование этой трагедии. Из всех объектов, которые строятся сегодня в регионах, идуть колоссальные отказы денег бюджетных и поднимаются до горы. То есть, на самом деле, деньги, которые нужно потратить на такие объекты, не витрачаются. И поэтому абсолютно от пожара не была захищена эта строительная. Мы выражаем співчуття родинам загиблых страшной трагедии в Одессе. И требуем быстрого расследования этой трагедии. За каким образом стало так, что президент страны несколько месяцев назад открыл этот объект. И на нем были такие грубые порушения, как минимум, которые являются в предыдущем расследовании. Президент выбрал на Раду силовиков, где была выдана чутка указка провести ретельное исследование. И выяснить, что виноват в этой трагедии. Это могут быть и руководители местных органов самовредования. Это могут быть и руководители Министерства, возможно, социальной политики, которому подпорядкованы напрямую по вертикали. Для того, чтобы говорить, что виноват Труханов, нужно провести обязательное расследование. Впрочем, трагедия в Одессе, разумеется, была не единственной темой сегодняшнего согласительного совета. Нардепы нарезали себе задачи на пленарную неделю. Решили ударными темпами все реформы принять. И при этом убеждали друг друга поторопиться и сплотиться. Спикер даже подсчитал почасовой парламентский КПД о наполеоновских планах в здании под куполом в моем материале. Они месяцами не могли за это проголосовать, а тут решили утвердить стахановскими темпами за неделю. Все и практически сразу и судебную реформу, и пенсионную. А если хватит духу и голосов, замахнуться даже на медицинскую. Одна беда, количество замечаний к документам зашкаливает. Только судебное чего стоит. Но спикер умело подсчитал, если продуктивность депутатов составит 100 правок в полчаса, шанс есть. Я очень рассчитываю, что предправы этого неделя будут работать более эффективно. Можете не каждый правок поставить на подтверждение. Я рассчитываю, что мы сможем пройти и судовую, и пенсионную, и, возможно, даже начать медицинскую реформу. Это, в целом, больше 10 тысяч правок. Группа «Воля народа» закликает в Раду принять решение о продолжении пленальных заседаний, а может рассмотреть возможность откликать позачерговое заседание, чтобы завершить судовую реформу. Но вписывать в календарь дополнительные пленарные дни нардепы не собираются, а не спорить в Раде не получается. На каждый довод коалиции другие фракции находят контраргумент. Мы закликаем ответственно и ретельно поставить к каждой правке и в профессийном диалоге идти к консенсусу относительно этого закона. Не можно провалить финальное голосование, потому что мы законсервируем старую корруппованную систему правосудия. Никто в мире не видел такого ноу-гау, что несколько кодексов одним гамузом реформуются и изменяются. И толком никто не знает через тысячи правок, что там остается в конец результате. Цего поддерживать не можно. Мы будем до конца заставлять Верховную Раду работать над каждой правкой. То же касается и пенсионной реформы, и остальных. Цего тижня мы должны подтвердить и пенсионную реформу, чтобы положение этого закона набрало чинностей с 1 жовтня этого года. И уже должно возникнуть подвищение пенсии. Это суттево на 10 лет подвищение трудового стажа для выхода на пенсию до 35 лет. Друге, сокращение коэффициенту нарахования пенсии из 1,35 до 1,0, что для всех наступных пенсионеров на 35% уменьшить реально нарахование пенсии. И именно поэтому это не пенсийная реформа. Это большой обман. Будь-яка реформа, даже добрая, если она должна быть втілена в життя, она должна базоваться на працючей экономике и добре обговорение с суспільством. Цего в этих реформах нет. И остальное. Мы считаем, что правоохранительные органы последним часом проводят абсолютно шаленый тиск на представителей реального сектора экономики. Я был радом, что прошлый неделю, человек, который подошел к мне, это польский бизнесмен, он выслал то, что турбую всю Крыму. Захистит меня, говорит, каждый неделю приходят правоохранительные органы, маски шоу, обширки, вылечения документации. Помимо реформаторских дискуссий, нардепов на носу и бюджетная эпопея проект сметы уже на сайте Верховной Рады. И фракции наперебой спешат указать Кабмину, как и на что распределить козелные деньги. Екатерина Лысенко, Владимир Самченко, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер. Один из важнейших пунктов сметы – курс гривени к доллару. И, похоже, нацвалюта сдает позиции. В проекте госбюджета 2018 предусмотрено, что к концу года доллар будет стоить 30 гривен 10 копеек, а средний показатель – 29 гривен 30 копеек. В Кабмине готовы отстаивать каждую строчку документа и не бояться дискуссий и с экспертами, и с нардепами. Премьер на своей странице в Фейсбуке даже выложил видеообращение. Заявляет, это бюджет роста, поскольку повышены будут и соцстандарты. Но сейчас слово за парламентом. Настал момент истины, когда мы можем, натиснувши зеленую кнопку «За», поддерживать украинских пенсионеров не на словах, а на конкретных действиях. Я рассчитываю на то, что наша ответственность будет стоять выше любых интересов, в том числе и политических. Я, как премьер-министр страны, готовы брать на себя ответственность за реализацию этих реформ. Очередной транш МВФ зависит от выполнения Киевом взятых на себя обязательств. Напомню, министр финансов Украины ранее заявлял, что деньги могут поступить уже этой осенью. Но, как заявил постоянный представитель фонда в Украине Йоста Люнгван, четвертый пересмотр программы финансирования МВФ с последующим траншем в почти 2 миллиарда долларов возможен только после принятия пенсионной реформы, программы приватизации и конкретных результатов по борьбе с коррупцией. Уровень коррупции в Украине – такова тема соцопроса, проведенного по заказу НПК Институтом прикладных гуманитарных исследований. И, как показали результаты, суды, прокуратура, таможня и полиция – наиболее коррумпированные структуры в стране. А, кроме того, депутатский корпус. Среди опрошенных и рядовые граждане, и предприниматели, и эксперты. Украина сейчас перебывает на такой стадии, когда тема коррупции уже вышла из сферы того, про что говорить, что боятся, что не могут, что не хотят. 62% им пропонувались там, ну, гречка, чья это называется. Такая форма. И очень интересной цифрой есть 23% которые проголосовали за тех, кто пропонували. Полицейского из Винницы осудили и отпустили. За воровство шевченковский райсуд Киева постановил его оштрафовать. Напомню, 14 июня прошлого года, после пожара в Соломинском суде столицы, этот полицейский вынес из кабинета председателя суда ноутбук и нагрудный знак. Но был пойман с поличным. Копы тогда уволили со службы, а 11 сентября свой вердикт вынесут. Штраф 850 гривен, от уплаты которых подсудимого тут же освободили. Поскольку он служил на Донбассе и подпадает под закон об амнистии для участников АТО. Двое украинских бойцов ранены сегодня на Донбассе. Оба во время обстрела позиции в Верхнеторецком. Всего с начала суток боевики открывали огонь 7 раз. Украинские военные стреляли в ответ. Подробнее наш военкор Ирина Баглай. Днем в одной из самых горячих точек на карте АТО Авдеевской промзоне тихо и появляется надежда. Может в этот раз перемирие перерастет в мир. Впрочем, украинские солдаты считают, это иллюзия. Пока светло. Их страховка от вражеских обстрелов. Многочисленные проверки по обе стороны от линии фронта. В основном тишина, потому что комиссии тут везде, я так понял. У нас и у них там запрещают им стрелять. А вечером уже ближе к сумеркам начинается. Уже вообще наглёш начался. У них тут недалеко его поставили, либо сразу выход и переход. То есть выделяется то, что они уже его высунули на самый перед. Расстояние между противниками здесь на определенных участках считанные десятки метров. Но боевики, пользуясь суровым запретом нашим солдатам открывать огонь, продвигаются еще ближе. И как доказательство, новые окопы видны невооруженным глазом. Я бы не рекомендовал сильно камерой высовываться туда, потому что пробивает у нас в той больнице. Сюда больше безопаснее так стоять. А чем пробивает? Ну, стрелка дня. Один из мостов на Синоватской развязке как щит для боевиков. Под ним стационарные огневые позиции для тяжелой техники. Раньше зимой там танки стояли их, оттуда и работали, в принципе, они. Сейчас пока есть технику вообще не слышно. Вроде как выводят их. Хоть с танков не работает, уже да, радует. Может, в натуре будет какое-то перемирие, мир закончится эта война. Танки, которые превратили это помещение в скелет, нещадно разбивая его, боевики неделю как отвели, но на их места поставили на огневые точки СПГ. И из-под Синоватского моста продолжают вести огонь по военнослужащим. С-под моста очень работал СПГ, хаотично, то есть каждую позицию чуть-чуть накрывали. Накануне боевики открыли едва ли не самый плотный огонь по нашим военным в промзоне. Почти два десятка снарядов 73-го калибра. Для украинских пехотинцев цель врага очевидна. Провокация, чтобы вынудить наших солдат на ответный огонь и обвинить в срыве договоренностей. Поэтому и в этот раз украинские орудия молчали. И даже то, что разрешено использовать для подавления вражеского огня, применять просто не имело смысла. Мы просто не достанем туда ничем. Стрелковым бессмысленно стрелять. Тем более они в закрытой позиции, там под мостом. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Какими полномочиями должна обладать миротворческая миссия ООН на Донбассе? Свой вариант представит Петр Порошенко в Соединенных Штатах на Генассамблее Организации Объединенных Наций, которая начала свою работу сегодня. Об основных пунктах документа рассказала представитель президента Верховной Рады Ирина Луценко. Миротворческая миссия должна быть озброена. Она должна иметь не только полицейскую миссию охранять так называемых представителей. Она должна быть расположена не только на размежевательной линии, а и на 420 километрах неконтролированного кордона между Украиной и Россией. Эта миротворческая миссия должна быть на всей территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области. Эта миротворческая миссия должна примусить к миру. Петр Порошенко уже прибыл в Нью-Йорк. Американский президент пригласил сюда глав государств со всего мира. Какие планы у нашей делегации? Узнаем все. У Дмитрия Анопченко, он сейчас на связи из штаб-квартиры ООН. Дима, здравствуй, расскажи, чего Киеву ждать от встречи в Нью-Йорке? Катюш, ну в первую очередь хочу просто перечислить, сколько их будет, этих переговоров, потому что программа пребывания здесь президента, она впервые 4 дня, она очень насыщенная. Но вот только завтра, посмотрите, будут и разговоры с президентами Австрии, с президентом Польши. Ждет Петра Порошенко, высокий представитель ЕС Федерико Магирини. Будет президент Европейского совета Дональд Туск только за один завтрашний день. Далее, встречи с Макроном и встречи с Эрдоганом, ну и на утро четверга Белый дом уже подтвердил официальные переговоры с Дональдом Трампом. Еще одни переговоры тоже очень важные, ими завершится этот визит, это встреча тет-а-тет с генеральным секретарем ООН. И все для того, чтобы обсудить самые важные вопросы, но среди них, разумеется, вот есть важнейший, который сейчас, именно тот вопрос, который страна вот сейчас здесь в ООН в кулуарах, либо во время официальных встреч может решить, это вопрос миротворческой миссии для Донбасса. ООН как раз и место, и время для того, чтобы с кем-то поговорить неофициально, с кем-то в ходе официальных переговоров. Вот как Ники Хейли пошутила по поводу Дональда Трампа, когда ее спросили по поводу пребывания здесь президента, это для него первая генеральная ассамблея, она сказала, ну Трамп кого-то приобнимет, кого-то проигнорирует, но все-таки вопросы важные для Америки решит. Вот так же и украинской делегации придется решать вопросы важные для нашей страны. Где-то в ходе официальных переговоров, где-то в ходе ланча и завтраков, тут огромное количество неформальных мероприятий, где вот даже те встречи, которые в большой программе не предусмотрены, все-таки на поля генассамблеи можно осуществить. Еще раз подчеркну, все для того, чтобы здесь продавить на тех условиях, которые важны для нашей страны, на тех условиях, которые приемлемы для нашей страны, решение о направлении миротворцев, решение о направлении голубых касок ООН на Украину. Катя. Дима, насколько серьезны меры безопасности? Потому что видеотрансляции мировых телеканалов из Нью-Йорка впечатляют. Ну, на самом деле, это правда. Картинка не преувеличение. Вы сейчас увидите то, что мы видели своими глазами, то, что мы снимали на улицах Нью-Йорка. Огромное количество полиции. Все подходы к зданию ООН перекрыты за несколько кварталов. Местные жители чертыхаются и шутят, что вот весь Манхэттен, эта часть Манхэттена, по крайней мере, напоминает один большой полицейский участок. Так много людей в форме, так много людей с погонами. Вот сегодня очень показательный момент для меня. Это уже не первая генассамблея. Но вот впервые такое произошло. В тот момент, когда Дональд Трамп должен был покинуть здание, перекрыли не только движение по улицам, перекрыли и движение пешеходов. Огромное количество делегатов, огромное количество участников встреч, которые проходят здесь, в здании ООН, они просто застряли. И 25 минут никто не мог двинуться с того места на тротуаре, на котором все находились. Ну вот такие меры безопасности действительно намного серьезнее, чем были в прошлые годы. Связаны они в первую очередь с пребыванием здесь, в этом здании президента Трампа, с повышенной террористической угрозой. Еще один момент. Практически перестает работать мобильный интернет в то время, когда первое лицо Америки находится в здании. Большое количество корреспондентов, в том числе и мы, не смогли выйти в эфир. Катюш? Ну и еще один вопрос для Дональда Трампа. Участие в Генассамблее дебютное. Что он сегодня говорил и с какими предложениями выступает? Тут очень понятная ситуация. Впервые за день до своего выступления на Генассамблее американский президент собирает президентов других стран. И главная тема, о которой сегодня говорил Дональд Трамп, это реформа Организации Объединенных Наций в прессе. Тут традиционно недолюбливают его американские журналисты. Злословили, что, мол, Трамп хочет переложить финансирование ООН и ООНовских проектов с плеч Америки на плечи других стран мира. Но если серьезно, то, разумеется, в этом лишь крохотная доля правды, хотя и доля правды есть. Речь идет о том, чтобы изменить все правила, которые существовали здесь в ООН, существовали долгие годы. Речь идет о политической реформе, потому что право вето у России не дает принимать важнейшие решения на Совете Безопасности. Речь идет о реформе финансовой, потому что не секрет, 70% бюджета здесь тратят только на зарплаты. И вот это для Украины уникальная возможность в этих условиях решить свои политические вопросы, в том числе и выделить деньги для направления миротворцев. Что касается миротворцев, то вот сегодня буквально незадолго до эфира я разговаривал с официальным представителем Госдепа, есть здесь такая должность, как русскоязычный официальный представитель Госдепа. Спросил о том, какова позиция Государственного департамента по поводу миротворческой миссии для Украины. И мне сказали, что окончательное решение еще не принято, но Соединенные Штаты очень заинтересованы и готовы к обсуждению вот просто здесь в ООН, на встречах разного уровня, в том числе и между Прошенко и Трампом. Вот послушайте. И очень важно, что эти наблюдатели не только находились на границе, а именно по всему территорию. Украина имеет первостепенный приоритет для президента Трампа. И я думаю, что ему будет интересно встречаться с президентом Украины. Конечно, мы не потеряли интерес, и это очень высокий приоритет решить этот кризис. Так что очень сложные, очень нервные дни здесь сейчас не только для прессы, но и для украинской делегации. Четыре дня в этот раз впервые будут здесь представители Украины. Очень много встреч и надеюсь, что будет результат. По крайней мере, вот неформальные разговоры, разговоры в кулуарах, они дают основания на это надеяться. Катя. Дима, спасибо тебе за такую детальную информацию. Дмитрий Анопченко был на связи со студией из Нью-Йорка. Это подробности и далее в нашей программе. Дуэт из Румынии. Ураган добрался до Украины. Какие области пострадали? Поплатился в Харькове. Избили активиста-антикоррупционера. Кто бил и за что? Пока охрана спит. В Николаеве неизвестные похитили из ювелирного магазина в супермаркете пять килограммов золота. Как сообщили в полиции, в два часа ночи четверо в масках разбили стеклянные двери маркета и вынесли сейфы с драгоценностями на 3 миллиона гривен. Охранники крепко спали и спохватились только в 5 утра. Сигнализации в помещении не было. Сейчас полиция изучает видео с камер наблюдения. Обезглавленная Укрзалезница. Только 20 сентября начнут определять, когда же стартует процедура избрания руководителя Укрзалезницы. Об этом сообщил министр инфраструктуры на встрече с журналистами. Во всех проблемах компания Владимир Амелян винит ее предыдущего босса Войца Хабальчуна. Именно он сорвал процесс перехода Укрзалезницы к корпоративной модели управления. Поэтому и не был избран наблюдательный совет. И не назначены руководители структурных подразделений компании. Впрочем, когда это произойдет, министр инфраструктуры, похоже, не знает и сам. Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер раскритиковал сервис и цены МАУ. Дипломат посещал Украину в рамках участия в конференции «Ялтинская европейская стратегия» и воспользовался услугами авиакомпании. Очевидно, в последний раз. «Нет места для ног. Бешеные цены на зарегистрированный багаж дают только воду», отметил Пайфер в своем твиттере. И сообщил, в следующий раз воспользуется услугами другой авиакомпании, даже если этот рейс будет с пересадками. Кроме того, дипломат пожаловался на электронный сервис МАУ. Когда он пытался оставить комментарии о своих злоключениях на сайте компании, система отказала. Очередное нападение на активистов в Харькове. Демонстративно, в 100 метрах от городского управления полиции, избили представителя местного антикоррупционного центра Евгения Лисичкина. Нападавшие заявили, это предупреждение. В последнее время активисты часто писали о злоупотреблениях. В Харькове на среду планировали большую акцию возле мэрии. Все подробности выясняла Светлана Шакера. На Евгения Лисичкина напали во дворе его дома. Около 10 утра у подъезда его ждал мужчина. С цветами стоит, с букетом, в кепке, в очках. И переминается с ноги на ногу, ведет себя как-то подозрительно. И потом я, сильный удар был, я упал. И после этого хотел вскочить, фактически пошел шквал ударов. Я снова упал, там выбит был телефон, сумка, там все полетело. И фактически был шквал ударов там по корпусу, по голове. Нападающие ничего не взяли, но сообщили, зачем пришли. И во время этого избиения они крикнули о том, что если куда-то еще раз полезешь, убьем. Ну и куча там ненормативной лексики. И избиения, и удаляющихся нападавших хорошо рассмотрел и сам Евгений, и жители маленького двора. Но подозреваемых у полиции пока нет. Уголовное производство расследуют по статье хулиганства. Это уже второе за две с половиной недели нападение на членов Харьковского антикоррупционного центра. В конце августа также средь Белодня неизвестные жестоко избили главу организации, депутата облсовета Дмитрия Булаха. Тот только что вышел из больницы. И сомнений, что эти два нападения связаны, у него нет. Я не верю в такие совпадения, что сначала на меня нападают, потом на Женю. Мы объединены одной деятельностью, по сути, и связывают, безусловно, с этой деятельностью. Тем более угрозы, которые сегодня прозвучали в адрес Жени, они четко говорили, что это связано с деятельностью Харьковского антикоррупционного центра, и нашими расследованиями, и нашими публикациями. Расследование нападения на Дмитрия Булаха на контроле у полицейских чинов. Но пока никаких результатов нет. Светлана Шегер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Германия на финишной предвыборной прямой. Уже в это воскресенье там изберут новый состав Бундестага. И как раз накануне голосования немцы вдруг узнали, что система подсчета голосов несовершенна. Насколько высока вероятность манипуляции? Об этом Татьяна Лагунова. Вбросы фейковых новостей, кибератаки и вмешательства иностранных государств. Готовясь к парламентским выборам, немцы оценивали и пытались предотвратить самые разные угрозы. Но одну, похоже, просмотрели уязвимой оказалась сама система подсчета голосов. Программное обеспечение системы, которая отвечает за передачу и подсчет голосов, можно взломать. И, соответственно, манипулировать результатами выборов. Такое сенсационное открытие сделала группа немецких программистов из организации House Computer Club. Они без проблем нашли бреши в программном обеспечении и трижды взломали систему, которая уже в это воскресенье будет подсчитывать голоса немецких избирателей. И продемонстрировали, манипулировать можно как результатами голосования на отдельных участках, так и в масштабах каждой федеральной земли. Выводы программистов не на шутку обеспокоили федерального уполномоченного по проведению выборов. Дитер Заррайтер поручил до голосования устранить все недоработки. Мол, даже если никому в Германии не придет в голову манипулировать, избиратели должны быть уверены, что их голоса надежно защищены. Ну а чтобы в точности результатов вообще ни у кого не было сомнений, голоса избирателей будут подсчитывать трижды. Члены избирательных комиссий по телефону продублируют данные, которые ранее занесут в программу. Ну а потом их снова пересчитают по протоколам, заполненным вручную. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Как Трамп помог Аллу Куболдуину получить Эмми? Может ли пластырь избавить от целлюлита? И зачем из стены плача извлекают записки к Богу? Об этом не только в нашем обзоре. Вот, мистер президент, ваша Эмми. Американский актер Олег Болдуин получил телевизионную награду Эмми за пародию на Дональда Трампа. Победу ему принесла роль второго плана в сериале Saturday Night Live на телеканале NBC. Главные герои серии последнего года – американский президент и его команда. Сам Дональд Трамп не скрывает, что не любит подобные шутки. И удивляется, почему Эмми не вручили ему. Заклей и избавься от целлюлита. Ученые разработали пластырь, который способствует сжиганию подкожного жира. Это клейкая лента с множеством микроигл. С их помощью наночастицы препарата, которые превращают белые жировые клетки в бурые, попадают прямо в проблемную зону. Бурые жировые клетки организм сжигает. Пока чудо-средства испытали только на мышах. 57-летний американец в один миг обрел 19 детей. Майкл Рубина периодически сдавал сперму и при этом не требовал анонимности. Трогательную встречу организовало издание Inside Edition. Детям от 16 лет до 21. У 11 из них голубые глаза, как у Майкла. Организаторы встречи сохраняли интригу до съемок, поэтому мужчина был очень удивлен. По его словам, встреча получилась сюрреалистической и захватывающей. Веганский фестиваль в Париже. Люди, которые отказались от продуктов животного происхождения, делятся опытом. Желающим предлагают попробовать исключительно растительную пищу. Или же выбрать косметику и одежду, при производстве которых не пострадало ни одно животное. Организаторы стремятся привлечь внимание гостей к проблемам экологии и изменить отношение людей к еде. Стену плача в Иерусалиме готовят к наплыву верующих перед Новым годом по иудейскому календарю. Записки к Богу, которые оставили паломники, теперь достают, чтобы освободить место для новых. Процедуру проводят дважды в год, перед праздником Рош-Ашана и Песаха. Записки не выбрасывают. Их закапывают на Масличной горе, недалеко от стены плача. Премьер-министр Сербии впервые приняла участие в ЛГБТ-марше в Белграде. Анна Барнабич не только первая в истории Сербии женщина, которая возглавила правительство, но и первая открытая лесбиянка. Говорит, своим присутствием на прайде хотела продемонстрировать, что власти заботятся о соблюдении прав всех членов общества. Безопасность участников марша обеспечивали около двух тысяч полицейских. На западную Украину обрушились ураганы. Стихия пришла из Румынии, там погибли восемь человек. В Украине шквальный ветер рвал провода, валил деревья и электроопоры. Марина Коваль расскажет подробности. Поваленные деревья, сломанные борды, уничтоженные крыши. В Черновицкой области ураган начался накануне около девяти часов вечера. Внезапный шквальный ветер буквально сносил все на своем пути. Ливень елся около получаса. В результате сотни населенных пунктов по всей области остались без электричества, десятки без телефонной связи. А в Черновцах сломанные ветки деревьев побили немало автомобилей. Было вырагано и завалено около трех десятков деревьев. Половина из них впала на мережи электропередач. То есть у нас целые районы остались без светла. Были перекрыты несколько важных транспортных магистралей. Спасательные бригады работали всю ночь. Взагалом было распилено 58 деревьев, которые были распилены в Сторженецькому, Кисманскому, Заставнивскому и Черневцях. Взагалом залучалось 55 людей до ликвидации данной негоды. В Закарпатии от урагана больше всех пострадал Раховский район. Спасатели более 20 раз выезжали на расчистку дорог от деревьев. Одно упало на железнодорожные пути. Пришлось задержать поезд Ивано-Франковск-Крахов. В селах Верхнее Водяное и Ясеня ветер повалил деревья на больнице, пробив крыши. Кровли сорваны с десятков домов. Дез дерева падали просто на улицах. На счастье трагичных наследов эти падения не произвели. Травмованных и загиблых наследов этой негоды, которая была зафиксована вчера на территории Закарпатской области, нет. Повреждены высоковольтные линии в тяжелодоступных местах в горах. На их восстановление понадобится трое суток. Комиссия по чрезвычайным ситуациям уже подсчитывает убытки. Пронесли ураганы по Прикарпаттию в городе Снятин. Сильный ветер сорвал часть крыши ночного клуба, когда там гуляли свадьбу. Никто не пострадал. Обломками повреждены четыре авто на парковке. Без крыши осталось и здание сельсовета в Перерисле. Полностью или частично обесточены около сотни населенных пунктов по всей области. Марина Коваль, Ольга Паломарюк, Жанна Дучак. Подробности телеканал Интер. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова